Всем доброе утро! Всем доброе утро, привет! Хотя уже скоро и к обеду, но с утра так сегодня жарит солнце! Как хорошо, что мы вчера чухнули на дачу. Да, я в тень встану, мама. Мы вчера в баньке парились. Огонь просто с веником. И плюхались в бассейн. Он был холодный. Только покажи, к сожалению, каким он за неделю нашего отсутствия стал. Ну, мы больше, чем неделю отсутствовали. Да, даже больше недели. Почти две недели. Слегка позеленел. Но запаха в бассейне дурного не появилось. Не появилось. Но и фильтр мы найти в магазинах нигде не смогли. То, что мы типа купили, оказывается, не подходит по диаметру. Короче, сейчас мы будем заниматься колхозингом. Не колхозингом, а мы его просто мыть, потому что ребятам нам написали, что надо мыть. Так это не колхозинг. Реально, и в инструкции, и на другие фильтры написано, что его нужно просто промывать. Сейчас мы его промоем, запустим. Я думаю, водичка станет почище. Чуть погреется. А я просто рад, что мы свалили на дачу, потому что на солнце выходишь и сразу таять начинаешь. А у нас еще сегодня сюрприз для детей. Мы вам не покажем. Мы покажем только дольку. Так вот, покажи до. Угадайте, ребята, что это? Угадайте, что это? Вот по этим упаковкам, я думаю, можно догадаться, что это. Поэтому можно было не догадаться. Да, дети будут комар, 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 комар. А у меня еще есть такой специальный набор джентльмена, с помощью которого мне придется это все собирать. Никто больше не хочет, не может, типа сюрприз, мама не собирает, мама снимает, а собирать придется мне. А кто в бассейн бросил? Федор Сергеевич. Ай-яй-яй. Ты в бассейн бросаешь, мы его тут реанимируем, спасаем. Федюнька, ты чего это? Ты всякие штуки бросаешь, на мусорку выкинь. Да, Соня умывается, мальчишки завтракают. Все проснулись. И сегодня у нас будет очень классный переезд, да? Приятного аппетита. Скучные, не выспались, но ничего. О, тут даже комары есть. Смотрите, какой он грязненький реально. Сейчас мы его промоем, почистим и будет гудгудски. О, видишь? Смотри, класс! Смотри, но... Ах, дом главное не вымазывать. Ребята, он реально весь вымывается. А смотри, смотри! Ну понятно, что грязно, да. Зато он какой чистый. Ух ты, класс! Меньше напор можно сделать, нет? Или все так... Нет, я сделал стильный, чтобы вымывало. Запах не очень. Да, совсем. Хорошо, что камера запах не передает. Здорово, ребята, спасибо, что написали. Мы теперь его помоем, и у нас будет... Такой лайфхак, спасибо за подсказку. Просто фильтр для воды, который механически, например, у нас на кухне стоит, там механически сразу меняется, его мыть нельзя. А может, его можно мыть, оказывается? Нет, он там пропитывается вообще насквозь, там нереально. Так, ну надо какую-то щеточку теперь еще. Да так стану. Клади камеру, соображай щетку. Ладно. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик, да. Все на таких удобных, быстросъемных хомутиках. Это не реклама. Это реально реклама, это удобно. Сейчас я достану пробку в бассейне одну. Вода сюда пойдет, и надо открыть щиток. Там розетка у нас уличная. Вот. Так, пробку достаем. Гошка, как дела? Покушал? Нормас. Ну что, вы хотите себе новые кровати? Да. Вообще клево. О, смотри, 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 как поперло. Водичка, фильтр. О-о-о-о. Бульдых, бульдых. Бывишься там. И сейчас мы включим, он будет через себя пропускать эту водичку, и он ее осветлит, я думаю. Вчера мы специального средства бахнули сюда. Так что, вот поэтому... Там такая грязная за тобой вообще. Капец. Да, да, и вот это сейчас все будет... Это просто с фильтра чуть назад, наверное, что-то пошло, нет? Может быть. Ну сейчас оно... А-а-а. Надо было это... Сейчас сам корпус фильтра помыть. Ну, в следующий раз. Их, папа. А Федор арбуз кушает. Так, я заключаю медчатка. Федор кушает арбуз? Ага. А ну-ка. Вкусненько тебе? Ага. А сделайте радио потише, ребята. А то... Давай мне... Да встань. Мы вчера кушали, а Федор уснул, когда мы кушали вечером. Уже мы ему оставили, да, зайка? Вкусненький арбузик. Уже у нас покушали комарики на лбу. Видите, ребята, какие укусы. Знаете, природные без насекомых не бывают. Спасибо, Гошка. Приятного аппетита, Федор. Отказался от сырников. Каша отказался. Ест арбуз. Нечто. Арбуз вообще очень вкусный. Очень вкусный, да. Мы думали, они еще не зрелые, но нам... Наш профессор дядя Вадим сказал, что уже можно кушать. Вчера к нам приехал в гости. Да. Ладно, ребята, мы пойдем собирать кровати. Сейчас я вам покажу, что там до. Вы уже видели, наверное, но еще раз покажу. И что будет после. У меня прям уж как будто я там буду спать, так хочется. Где там пойдем? Пойдем собирать кровати. Пойдешь? Выпасть водки. Вы пойдете? Вот какой! Вот какой деловой! Слушайте, смотрите, какой напор. Неплохой. Такого даже не было, потому что, видимо, из-за грязи ничего не могло работать. Да, кстати, фильтр, когда забивается, его пропускная способность очень сильно снижается. И реально, смотри, мы промыли, и пошел напор. И сейчас вода гораздо быстрее. Короче, я понял, как только напор вот здесь вот выпуску фильтра уменьшается, сразу промывать, а он такой там как пластиковый. Ну ничего, будет нам это, пластиковый, да? Он как пластиковый, он просто вот собирает на себе, да. Там пальцем прям такая фигня собирается всякая. И все, и вот так вот должно валить. Все, вот так. Короче, все, мы запомнили. И сделали. Да, и смотрите, ну вот как бы водичка до, а вот водичка после. Ну есть же разница. А вот это вот, вот тут желтенько, это уже просто он покрасился шланг внутри, надо мыть. Ну все, папа, пошли собирать кровати, мам. А, пошли, пошли, пошли. Ну вот, ребята, видите, как мальчишкам было не очень удобно. Диванчики, конечно, неплохие эти икеевские. Неплохие, но они очень твердые. Очень твердые и раскладываются на пол. И получается, что толком не застелить постель. Особенно здесь вот. Да, там вообще твердые, потому что это дно, ну днище этого дивана. Короче, да. На первое время мы их купили, было вроде как хорошо, но сейчас уже решили мы им сделать радость. И нормальные им кровати тут поставить, и они будут, мальчишки вдвоем и Соня с Федором будут спать. Короче, вот так это было. Спать хочу. А что будет дальше, смотрите дальше. Ну что, папа балдеет. Ну что, что, балдеет, только вот этот диван теперь надо еще убирать. Теперь у детей две кровати. На одной будет Гоша с Яриком, а на второй Соня с Федором. Полноценных, полноценных четыре спальных места. Полноценных четыре спальных места, вот это крутяк. Об этом можно было только мечтать, да, Федька? Теперь ты будешь спать здесь с Соней. Сонечкой, хорошо? И не буду. Ну путишь. Вот, залезь на кроватку, включай светильничек, там кнопочку. Нажми, он будет светиться. Красненькое сердечко. Давай, иди включи. Так неудобно им было спать на этих диванах. Не хочу. Ну залезь, включи, я хочу посмотреть, как он светится. Давай. Не хочу. Ах ты, Федор, лентяй. Смотрите. Папа прикручил. Ночник будет такой-то вроде делать. Папа, ух, чик. Вот, классно. В темноте будет хорошо. Они сильно яркие. Глаза резать не будет, с ним можно спать. Не надо, теперь будет 20 раз расстилать, застилать. Все, снял покрывалкой, ложись так удобно. Короче, я довольна, дети тоже. Осталось пристроить куда-то этот диван. Сейчас будем разбираться еще с диванами. Ну что, нравится чипать тебе в вашей комнате? Класс. Спасибо папе с мамой, да? А сейчас купать, а не хуй. Папа, аккуратно, на тебя тут не рассчитано. Я проверил, все рассчитано. Не, класс, уже. Ну все, теперь идем в бассейн, наверное, купаться, да? Папа, пожалуйста, купаться. Аккуратно по лестнице, аккуратно, пожалуйста. Короче, ребята, мы с папой переселяемся, да, папа? Давай вот эти штуки открутим, и будет один большой, огромный, длинный диван. Диванчик для гостей. Как раз двинется, да. Диванчик для гостей. Нет, один еще можно оставить, развернуть туда, вместо той штуки. Кто-то ночевать остается, бум-бум, разложил ее. Ну и штуку, например, просто так, ну, хотя бы... Надо мерить, может, она не влезет вдоль, кстати. Ну, в общем, классно. Ой, мне так нравится, прям вообще дача-дача. Класс. Не, прикольно, ну. Так, пойдемте смотреть, что делают пацаны. Так, вы имейте в виду, кровати сюда приехали. Они же откуда-то уехали, туда нужно купить новые еще. Что, Феденька, иду. Играете, да? Да. Ну что, ваши впечатления, как вам новая комната? Круто, обалденно, просто. Просто, да. Еще два дивана поместим. Два дивана. А вы говорили, что у мамы с папой удобный диван. А теперь у вас удобные кровати, а у мамы с папой всего лишь диван. Ага, удобный диван, который нужно каждый раз раскладывать, заново застилать, подушки вынимать, одеяло искать. А у вас пришел, покрывальцы сложил. Все, спальное место готово. Не завидуй, папа. Еще два-два. Не завидуй. Все, сейчас еще одно спальное место надувать будем. А матрас на матрасе можно поплавать? А можно на матрасе поплавать в бассейне? Нет, надувай, давай. А, это, кстати, родители матраса, он не сдувается. Да, о, этот поместится, это мама с папой. Что творят канадцы? Нет, вы видите, они взяли надувной матрас, засунули в бассейн. Вот это кайф. Вот ты на этом, как он называется, на доске. Вода это лава. О, аккуратно, классно. Аккуратно. Все, мама, выключай задушку. И зачем нам море? Сонька стесняется. Надели маски. Вообще балдеж. Пускай плавает. Мам, а матрас новый? Нет. Матрас бабушки? Ну да, новый. Она особо им не пользовалась. А, она спала на балконе на матрасе. До свидания, до свидания. Соня, подай на лаву, раз. Два. Три. Гоша замерз, пошел в душ. А к нам присоединился папа и Федор Сергеевич. Федор Сергеевич. Он уже заморз, уже дрожит, уже заморз. Все, я за полотенцем, ребята. Ребята, смотрите, главное, дрожит. Говорит, я еще хочу купаться. Чуть достали. Хочешь купаться? Обиделся, обиделся, губой топырил. Согрейся немножко, согрейся. Весь в дрыжика. А у меня есть помощник, Гошка. Мы с ним собираем смородину. А Ярик замерзся, пошел в душ мыться. А он халявщик, наверное, Ярик. А Гоша помощник. Сейчас мы с ним бидон смородины насобираем. И что сделаем, Гошка? Сварим компот, заморозим. Сварим компот и заморозим, да. А там чашка малины, ты еще компот не делаешь? Чашку малины добавим в компот, конечно. А вы любите, ребята, смородину черную? Собирать, собирать вряд ли кто-то любит. А вот кушать? Мне очень много витаминов. Я люблю больше, чем красненькую. Кушайте, да. А еще, ребята, тут у нас такое вот происшествие неприятное. Смотрите, что сделал наш сосед, вот который слева, да. Взял, закатал себе кусок асфальта. Но закатал его так, что вот что происходит с нашими воротами. Ворота и вот подъезд. Вот это малые купались в бассейне, уже здесь стоит вода. То есть он сделал уклон к нашим воротам. И теперь все будет просто к нам литься. Вся вода от дождя. И вот как поступить? Непродуманно, не предупредил. И сделал такую красоту. Вообще, наглость не то слово. Построил дом на дачных участках. И что хочет, то и делает. А я своих лентяев, ребята, запрягла таки собирать смородину. Мы с Гошей обобрали три куста, а они ни в какую. Короче, вон, смотрите, сидят птенцы. Птенцы собирают мои смородину. А то компот пить способны. А собирать не хотят вообще. А Федор Сергеевич взял себе маленький бассейн с теплой водой, да? Решил в Большом не купаться. Потому что там вода попрохладнее. А в этом вообще просто, ребята, парное молоко. Ледяная в Большом. В Большом попрохладнее. Тебе нравится, Федор? Эй, Смур, тебе нравится? Да. Классно. Так что у Федора свой бассейн. Смотрите, ребята, Федор решил поплавать свою бассейну. На бочок ложись, Федор. Федь, на бочок ложись, может, не тягивайся. Может, тебе туда еще надувной... Даже голову умудрился намочить. Федька, ты такой смешной. А на спинку ляг. Ляг на спинку. И ноги вы... Вот так вот. Давай, ляг на спинку давай. Ну давай, ложись. А голову на бортик. Вот сюда. Ой, кайф у вас. А то вообще тёплый. Ну, конечно. Ну что, ребята, у нас прошел ливень. Была гроза и молния, да? Все попрятались. Была молния. Вы не видели, наверное, я на улице сидела. Это нечто. А мы выживаем на матрасе. Тёплая вода. Когда солнце прячется, правда, она кажется... Первый раз она вообще тёплая. Когда прячется солнце, вода кажется всегда теплее. Да. Да, потому что температура... Разница температур гораздо меньше. О! Так, а здесь у нас... Сейчас покажу, что. Здесь у нас... Мокрый, папа! Тихо, мокрый, папа! Что тут, папа, ты делаешь? Мясо пожарим. У нас колбаски с вчерашнего остались. Пожарим. И там немножко ещё этих было баклажанчиков. На решёточке в лупину принесёшь. Так, мы готовим ужин. Вот наш тандыр. Мясо также с картошкой замутим, наверное, да? Ну, да, можно. Ой, смотрите, папа наш нанизал. Видите, как мы делаем? Картошка вниз, сверху мясо. Картошку вообще рекомендуют надевать на кончик шампура, потому что он вот так вот в таком состоянии подвешивается в тандыре, чтобы не сползало мясо. Ну, а мы просто так у нас лайфхак такой. Ой, папа, держи. У нас так вкусненько получается вообще-вобще. Ой, прям слюни потекли. Покажи, папа, давай, покажем. Покажет сейчас папа, как вешается у нас. Видите, как? Так, я так камеру боюсь, чтобы её не зажарили. А, моя, она не зажарилась. Да, так очень высокая. До 400 градусов, да, по-моему? Я не помню, но... Волосы на руках исчезают. Волосы на руках исчезают. У кого проблемы, можно засунуть туда руку, вместе с депиляцией получить ожог. И потом её поесть, да, эту руку. Не, ну, это шутка глупая. Глупая шутка. Так что ждём, потом покажем вам, какой он готовенький, красивенький. Покажем, папа? Конечно, покажем. Вот наш небольшой урожай чёрной смородины. А чё так мало крыжовника, Соня? Ты весь сорвала? А, точно, мы же его ели. Мы же его ели, забыли. Ну, как-то так. Надо будет ещё покупать для компотов, конечно, на зиму. Но, своя, без химии. Смотрите, какая вкуснота. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пошли, папа, кушать, детей кормить. Фёдор Сергеевич пока спит. Я ему пельмени варю, а то он у нас шашлык не очень-то и ест. Останется голодным. А тут колбаски надо ставить. Вчера же он кушал такие колбаски. Ну, его девушка кормила. Зафунька. Ярослав подкрепился шашлыком. И что ты хочешь нам сказать? Что я открываю мега-ящик. Открываешь мега-ящик? Мне, может, если шесть предметов, либо пассивка, либо боец. Давай, посмотрим. Пять предметов никто. А может быть и кто-то. Ну, нет, никто. Всё, ребятки, пока-пока. А то Фёдор не в духе, ещё видно, до конца не проснулся. Ну, как говорится, будет ещё что-то интересненькое. Мы снимем, а так, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки, дизлайки, кому как. Смотрим, комментируем. Пока-пока. А следующее видео будет вопрос-ответ. А да, да, пишите, пишите, задавайте вопросы. Мы потом из этих вопросов составим целый список и будем вам на них отвечать. На вкладке сообщества есть фотка вопрос-ответ, название. И там под этим, именно под этой фотографией, пишите свои вопросы. А мы будем на них потом специально на видосике отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok